привет друзья с вами странник а это халява от epic games на этой неделе нам отдают совершенно бесплатно целых две игры цифровую адаптацию настольной игры игра престолов и симулятор механика car mechanic 2018 если честно мне не понравились эти раздачи возможно не мой жанр но обо всем по порядку но перед тем как начнем я хотел бы попросить подписаться на мой канал мне очень нужна твоя поддержка а начну я с адаптации настольной игры если выбирать из двух игр то она мне показалась более интересной хотя и этот проект не в моем вкусе в общем это адаптация одноименной настольной игры рассчитаны на 5 6 человек и с этой стороны очень повезло любителям настолок у которых нет столько друзей одним из плюсов игры то что можно выиграть как с другом так и с искусственным интеллектом или же с другими рандомными игроками причем если кто-то из игроков выйдет его место займет и что очень удобно правила игры объяснять не буду сам у них до конца не разобрался так как не было интереса ни к сериалу ник настольной игре и если честно у меня подобные игры современной индустрии вызывает больше негатива так как обычно такие игры пытаются выезжать на хайпе популярного проекта к счастью в этом случае получилось по-другому для фанатов этой вселенной сделали годную настольную игру и ничем не хуже адаптацию виде компьютерной игры из минусов бы хотелось отметить что нет русского языка но так как это пошаговая настольная игра текст тут минимально а все описание можно либо перевести либо скачать русскую инструкцию в интернете а больше нечего негативного и сказать то хотя и этот пункт большая придирка в игре есть обучение туториал который объяснит правила игры также есть челлендж что-то наподобие одиночной кампании где вам будет выдавать задание которое необходимо выполнять чтобы пройти дальше сделано неплохо и поможет в тренировке перед тем как играть с реальными противниками и собственно многопольская игра лобби играя за один из великих домов необходимо распространить свое влияние по вестеросу комбинируя стратегическое планирование блестящая дипломатия и всю свою военную мощь для захвата железного трона как я понял здесь даже можно объединиться с кем-то в союз а после из-под тяжка ударить его спину если вам нравятся настольные игры или вы фанат игры престолов то обязательно попробуйте особенно если у вас есть компания друзей разделяющая ваши интересы не пожалеете а если возникнут проблемы с правилами то в интернете полного роликов где люди объясняют как играть какие-то тонкости нюансы но мы переходим ко второй раздачи car mechanic simulator 2018 игра про тяжелую работу механика как всегда в играх подобного жанра мы начинаем самым минимальным набором имея небольшую мастерскую с одним подъемником начинаем брать работу по восстановлению или починки машин берем задание находим сломанную деталь обычно нам визуально выглядит более потрепанный откручиваем необходимые детали чтобы подобраться к поломке если это необходимо и меняем на новую некоторые детали можно починить а другие только под замену также в игре есть трассы на которой мы можем проверить реставрированные машины или просто погонять на тех машинах что нам отдают в ремонт чему так улучшит игра да помимо заказов на ремонт у нас есть карта с точками интереса где прокачавшись до определенного уровня нам откроется возможности шататься по свалкам или сараем в поисках различных брошенных авто иногда там попадаются эксклюзивы чтобы в итоге отреставрировать и продать дороже не знаю может ли быть что восстановление будет дороже чем мы продадим в итоге машину конечно сомневаюсь но было бы прикольно оценивать риски но в любом случае это как дополнительный заработок и прокачка нашего мастерства насчет прокачки в игре предусмотрено 50 уровней и уровень прокачивается за каждое действие в игре с машиной открутили один болтик плюс одна единица опыта и так далее на первый уровень надо 300 действий после получения уровня нам предоставляются навыки на прокачку которые могут оптимизировать или ускорить работу например быстрее откручивать детали или вместо компьютера прикупить планшет не придется постоянно бегать до стационарного компьютера при заказе новых деталей также с развитием уровня будет открываться более сложный и прибыльный ремонт например кузовные работы все это необходимо чтобы расширять свою империю ремонтных услуг более крутой гараж больше мест для обслуживания уникальные автомобили которые можно будет не просто починить но и перекрасить и произвести различный тюнинг вроде бы неплохая по описанию игра но по-моему это даже близко не симулятор и никакого вам это опыта не даст как многие блогеры сверхнего интернета говорят что после этой игры у вас появятся навыки обслуживания авто сильно я сомневаюсь если в аналогичной игре по сборке пока еще можно было что-то узнать то как-то сосить игру и реальную жизнь про машины навряд ли выйдет в базовой версии нас будет ждать чуть больше 40 машин и явно не те машины которые мы привыкли видеть каждый день так что сомневаюсь что вам как-то поможет устройство ferrari еще не факт что она реально я не видел в живую эту машину да и весь игровой процесс представляет из себя кликер взял машину приблизился к детали пощелкал мышью по подсвечиваем деталям особо не паре что это и зачем забрал сломанную деталь также кликом починил или купил новую кликами и загныкал обратно причем в начале когда у вас нет планшета вы еще хоть бегать и до компьютера с планшетом вам даже ходить никуда не надо в начале пути еще пытайся вчитываться понять но затем все сводится к монотонным действиям прикольная возможность покататься по трассе на машину которую ты починил если вам хочется погонять на машинах из тигр с более интересной физикой и проработка этого момента такой обзор у меня получился если подводить итоги кратко то первую игру любителям настолок или фанатам сериала игра престолов советую посмотреть вторая же игра симулятор автомеханика я не рекомендую тратить на нее свое время но помни это только мое мнение и она может отличаться твоего если это так буду рад твоим комментариям под роликом большое спасибо что досмотрел до конца не забудь подписаться на канал для меня это очень важно а я желаю тебе всего хорошего удачи и пока